Итак, Беларусь, 2018 год. Александр Григорьевич собирает совещание и говорит, уважаемая Лилия Ивановна, страна пришла к кризису, и нам нужно решить, куда идти. И Романчук говорит, в Антарктику. А что с юридическим акцентом? Болточка говорит, в Арктику не пойдет. Они повесите. А мы хотим рассмотреть возможности, куда идти. Кто меня убедит, тот формирует правительство. Первая Ирландия, вторая Сингапур и третья соседка Россия. С каждой группы, тот, кто будет лучше презентовать, получит, конечно же, щедрый приз, но самое главное – формирование правительства. С какой страны мы начинаем? Жребий. Жребий. Окей. Тейпе грубо начинает. Слепой жребий. Это ваш, Антон? Идите за руками. Я везде. Он нейтральный. Ты к нам вообще не подходил. Первая и вторая. А как выбирать? Все правильно. Давай, давай. Нет, нет, нет. Мальчик большой. Давай, Сережа, давайте вот так. Так вы же определитесь, кто есть кто. Это Ирландия. Это Сингапур. И это... Это мято. Красиво. А ты неправильно взял, Ярослав. Нет. Ну, лыжник дайте. Абсолютно. Абсолютно это. Значит, как выбирать? Ну, сначала между первой и второй, потом между... Честно. Дри руки сделайте, и все, одновременно. Вот так. Вот так. Вот так. Первая, вторая группа. Представители трех групп. Пускай детенышки выберут. Ты ли у Лилии Ивановны, правильно, спрашивал Александра Григорьевича? Давай, давай, держи, держи. Что это? Россия. Ирландия, Сингапур. Почему первая? Вот первая, я первая. А как, почему? Алисандр Григорьевич, у меня это у каждого совета. Ярослав, один человек выбирает. Аня, Аня, иди сюда. Один человек выбирает. Первый, первый. Значит, смотрите. Аня, выбирай. Ты, 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 ты. Ну, смотри. Тот, кто, кого выберет Аня, тот выступает первым. Да, первый, окей? Вот так, это будет. Потом они сделают второй выбор. Я думал, ты другой Аню позовешь на выборы. Да, правильно. Это еще маленькая. Ирландия, первая. Первая. Вторая. Вторая. Ну, ладно. Сингапур, второй, третья, Россия. Они настаивают, что они все-таки Ирландии. А, Ирландия, sorry, sorry. Ну, Ирландия. Ну, так вот, как руками нужно. А мы, короче, смотри. Да, группа Ирландия, номер один в студии. Это мы, это мы. У нас два алкоголика, но один так точно. Ирландских. И женщины из Амадуры. Как в Ирландии. Три алкоголика. Стали по-русски. Тишина. Внимание, слушай. Значит, у нас есть пара уточнений, дилемму, в которую мы воткнулись. Мы рассматриваем исходя из белорусского контекста, который есть сейчас. Правильно? Я же сказал, как я тебя пил в контексте. Да. Ну, я же. Хорошо. Просто у нас была такая сказочная сторона. Ну, как и есть. Как он, Таша Королева. Давай, стартуй. Александр Григорьевич, есть два куска земли. Два отличных куска земли. Один наша Беларусь, другой Ирландия. Про Ирландию мы много чего знаем. Но в первую очередь мы знаем, что это кельтский тигр. Каким образом хромая ирландская утка превратилась в кельтский тигр? Вот главный вопрос, который задается сейчас каждый белорус. Потому что мы должны проделать тот же путь. Проделать его быстрее и лучше. И допустить меньше ошибок, чем допустила Ирландия. А ведь Ирландия очень много экспериментировала. Два десятилетия проб и ошибок. Два десятилетия экспериментов с государственными инвестициями, с частными инвестициями, с ограничением торговли и состимулированием. С помощью экспортеров, с блокированием импорта ничего не помогало. Уже к 70-м годам Ирландия безнадежно отставала, погрязла в национализме, погрязла в протекционизме. И казалось, что уже не выберется этот замечательный остров и проиграет свою конкуренцию, своему вечному сопернику, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии, которая будет ликовать, радуясь успехом. Александр Игоревич не знает, где. Однако этот вызов ирландцы приняли мужественно. И уже в 80-е годы начался рост. Почему начался рост? Потому что ирландцы, наконец, путем этих самых экспериментов начали учиться. Они понимали, что то, что не сработало в 50-е, не сработало в 60-е, не сработает и в 80-е. А что не сработало? Не сработала политика дешевых денег, инфляции, не сработало ограничение импорта, не сработал огромный государственный бюджет, который достигал 55% от валового внутреннего продукта. Ничто из этого не сработало. Сработало лишь обратное, когда Ирландия, столкнувшись с огромным государственным долгом, которая рос из года в год, начала ограничивать свои государственные расходы, начала снижать их и снизила их до 30% этого ВВП, убрала все преграды для импорта, стимулировала экспорт, создавая соответствующие налоговые льготы, отменяя пошлины. Более того, ирландцы поверили в своего человека. Если ранее ирландцы уезжали из страны, и ирландское правительство знало, что положиться на свой народ нельзя, как, впрочем, и на иностранцев, поскольку ирландцы были националисты, то они поняли, что как иностранные инвестиции могут принести огромную пользу, так и их трудолюбивый, в значительной мере, сельский народ, который любит свою землю, взращивает там картошку, взращивает там много чего еще, может создавать рабочие места, может создавать бизнес. И он создал этот бизнес. Трудолюбивый ирландский народ, когда его перестали мешать, когда ограничили расходы, когда инфляция была взята под жесткий контроль, благодаря тому, что они прекратили им эмиссию необеспеченных денег, по крайней мере, ее резко снизили. Мы видим пример ответственного правительства, причем правительства прагматиков. Это не идеологический подход, это совершенно... Речь тут не о либерализме и никаком другом изме. Правительство Ирландии состояло из прагматиков-технократов, которые знали, что те опыты, те эксперименты, которые не сработали, их нужно отбросить, и все то, что будет помогать ирландскому экономическому развитию, а именно низкие налоги, низкая инфляция, свободы для бизнеса, выведут ее на новый, качественный, новый уровень. И вывел. Уже 10% прибавляла экономика Ирландии в 90-е годы. Продолжала она это делать и в 2000-е, и даже кризис не убил кельтского тигра. Даже кризис 2009 года не сломил волю ирландцев, и они пошли на все самоограничения, на которые должны были пойти. Они сократили расходы вновь, они расплатились по своим долгам, они выполнили все требования МВФ, они заключили соглашение с МВФ, которое мы не можем заключить сейчас. И они добились успеха, в отличие от Греции, которая, например, не смогла этого сделать. Так если этот небольшой остров, с 5 миллионами людей, переживших огромное тяжелое многокровое противостояние с Британией, и примирившийся, отказавшийся от национализма, выбравший путь мирного сотрудничества, свободной торговли, а не протекционизма, смог это сделать, почему не можем мы? Это не Сингапур, это не Россия, это пример европейской страны, а мы же постоянно подчеркиваем, что мы сердце Европы. Неужели в центре, в сердце Европы, нельзя обратить внимание на успехи ее западной окраины? Я полагаю, это вполне возможно, и более чем логично и реалистично. Да, и Александр Григорьевич, раз вы смотрите эту запись на повторе, мы хотели бы сделать минутку рекламы, прошу. А это что за рекламу? Александр Григорьевич только бы не слушал. Давайте, давайте. У нас все просто. Да он бы такой, о чем он вообще? Женский клуб, любительниц ирландского виски. Короче, в общем, мы именно так и выглядим женский клуб ирландского виски. Предлагает. Настя, соберись. Предлагает. Виски, соберись. Вы мой виски? Да, мы с Сашкин. Предлагает. Беспошлиный. Беспошлиный пост ирландского виски на территории Республики Павлович. И главное, что клуб у нас уже... Эти формы наши пойдут гораздо лучше. Александр Григорьевич. Первый вагон вам уже лично везут. Мы против коррупции. Да, как мы говорили на нашей дискуссии, надо начинать с культуры. И поэтому взяли самую основу, основу ирландской культуры и хотим перенести на наш лад. Уже потом от этого отталкиваться и уже переходить в экономическую плоскость. Александр Григорьевич, Наши контакты вы видите на вашем экране. Gmail, Facebook, Twitter. Все, чем вы всегда пользуетесь. Все, чем вы не пользуетесь, мы не указывали. Там лишь номер телефона. Абонентский ящик. Номер телеграфа. До воскреба в воде. Все, доброе. Ждем вашего. Оттанец. Спасибо, товарищи. Спасибо. Товарищи, с такими темпами антикризисные комары нас точно съедят. Замечательно. Антикризисные комары отдыхают. А что вы хотите? А в Ирландии комары есть? Нет. В Ирландии комары есть? Нет, из белоруссии не будет комаров. Комаров не будет. Нет, в Белоруссии нам уже все равно. Добавляем. Весь киес комаров не надо. Вторая группа была Сингапур. То есть это был ирландский, европейский путь. Можно сказать, такой полуанглосаксонский. А сейчас у нас вообще жесть будет. Новый Сингапур. Ваше право. Ваша студия. Уважаемый Александр Григорьевич, в подготовке доклада направления развития республики Беларусь мы рассматривали направление Сингапур. Чтобы понимать, почему Сингапур ближе к нам, мы разложили на три раздела. Первый. Мы хотим рассмотреть идентичность культуры и экономики Сингапура и нашей белорусской. Второе. Идентичность государственности возможностей с нашими возможностями. И идентичность технологичности социально-экономической культуры с нашей. Потом разрешите нам сделать небольшой доклад, в котором вы убедитесь, что пример Сингапура для нашей страны будет наиболее применим. Идентичность. Для Сингапура и республики Беларусь очень характерна следующая идентичность. Первое. Это ориентир на лидерство. И для Сингапура, для Беларуси это очень похожее качество. Следующее. Это коллективизм. И у белорусов, и в Сингапуре ориентир на совместные коллективные действия. Третье. Это фатализм. Несопротивление злу, померковность и где-то такое принятие действительности, как данности. И схожесть социально-экономических показателей. Небольшая территория, отсутствие ресурсов. Поэтому мы в этих показателях очень и очень похожи. Спасибо. Государственность. Александр Григорьевич, государственность, построенная на примере сингапурской модели, является наиболее подходящим, в том числе и лично для вас. Простота государственных решений, замена всевозможных чиновников компьютерами, авторитарный лидер во главе страны, минимальное количество министерств, которые принимают только стратегию, ни за что не отвечают, но в том числе ни на что не имеют права влиять. Открытые данные по всем принятым решениям, отчетам компаний, работе госорганов, ликвидируют возможность коррупции в нашей стране как функции. Государственная технологичность. Александр Григорьевич, первое, что необходимо, как нам кажется, сделать, все же учитывая, что Сингапур и мы похожие два государства, мы бы начали с заимствования технологий. У нас в полном объеме это отсутствует. Простота решений. Самое главное, мы считаем, национальная стратегия, национальная идея государства должна быть в простоте. В Сингапуре азиатские люди и мы любим простые решения. Проще сказать, померковные. Наше государство, наши люди дисциплинированные, квалифицированные, пунктуальные, точные, исполнительные. В этом случае мы можем построить такие технологии, потребуя невысокой квалификации, так как высокая квалификация отсутствует. Загруженность оборудования 17-24% позволит, выполняя низкие квалифицированные работы с высокой загрузкой, увеличить объемы производства минимум в три раза и достичь того показателя, который в Сингапуре составляет 54 тысячи долларов на одного человека. Самое главное в нашем производстве, как в Сингапуре, оборудование, продукция должна быть красивой и с низкой себестоимостью. Тогда наши продажи будут такие же активные, как продукция Сингапура. Спасибо. Ну и в заключение мы хотим еще раз выразить вам благодарность за возможность подготовить эту точку зрения сингапурской экономики. А наше театральное действие показывает, что в Сингапуре все строится линейно, прямоугольно и правильно. И очень просто. И надеемся, что такая простота поможет нашей стране выйти в короткие сроки в лидеры мировой экономики. Спасибо, Александр Григорьевич. Сэнсэй! А что такое фэншуй, вы не сказали? Это вторая часть. Александр Григорьевич долго не слушает. Фэншуй! Это был второй кейс. Я думаю, что борьба обостряется. И сейчас приходит... Сейчас приходит наш сосед, друзья. Третий кейс. Россия! Так, иди за кадром. Нормально. Не надо прыгать только. Это да! Беспощадный. Харенька. Тишина в повельёте. Запись. Значит, жить по-русски. Опять эта Джигурда прицепилась. Ну, что? Подожди. Ну, что? Шел 2017 год. Москва. Владимир Владимирович принимает серьезное решение. Ну, все это растет. С Грузией вопрос решен. Молдова наша. Армения принимает все как есть. С Украиной дела идут. Осталось взяться за Беларусь. Закончить с ней. И я думаю, пора идти опять на Валаам к святому Исаакию. Смотри. О, Господь! Азохенвей! Господь! О, Зайгезук! Еще мне Торы не хватало. О, здравствуй! Володя, сын мой! Что привело тебя ко мне в такую годину? Шалом, святой Исааки. Шалом, мой друг. Шалом. Вот думаю о Беларуси. О братьях наших. Меньших. Да-да. Надо им помочь спасти Беларуси. Надо. Надо, мой друг. Благослови святой Исааки. Благословляю! Благословляю! Бери ее синюакую! Благословляю, мой друг. Благословляю. Тихо, тихо, тихо. Еще не хочется. Благословляю. В чем дорожу? В чем рискую на свете я? Хочу! Мигом одним... Хочу! Только мигом одни. Хочу. Ну, шо ты опять хочешь? Беларусь, я тебя 20 годов удовлетворяю, 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 удовлетворяю. А ты все, шо ты хочешь? Хочу. Шо в этот раз? Хочу нововведений. Вот. Опять какие-то нововведения нахочешь? Хочу. Шо в этот раз? Шо опять случилось? Хочу структурных реформ. И где ж я тебе в этот час возьму? Тук-тук-тук. Кого там нелегкая принесла? Между прочим, добрый вечер. Шо-то не узнаю вас в Грыме. Шо-то у Володьки усы приклеились. Вот же разведчик, так надо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Просажу. О-о-о-о. О-о-о-о. Не успел, не успела беларусь что-то попросить, а он уже все знает. Это моя работа. Возьми меня. Ну. Возьми меня. Не пора ли объединиться от тлетворного влияния Запада в единый и непобедимый русский мир? Хочу. Хочу. Возьми меня. Возьми меня. Простите, Владимир Владимирович, это не для вас. Так что вы там еще предлагаете? Единый и непобедимый русский мир? Спасибо. На это я пойти не могу. У меня есть 50 на 50 и звонок другу. Я на минуточку отлучусь. Хочу. Возьми. 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 Вот. Опять сводят. Не могут. Распорядители чужого? Да. Слушаю. Романшук. А тут ко мне Володька зашел. Какой Володька? Тот самый Володька. А что он хочет? Хочет нас присоединить к русскому миру. Что ты по этому поводу думаешь? Ты не умничай. Это ты меня по 7 часов 20 минут можешь слухать. Ты мне конкретно скажи, что мне делать? Главное интеграция и индивидуализация. Хочу. По-моему, он опять про ей парады намекает. Не поддаваться к мише. Все. Отдыхай. Возьми. Владимир Владимирович, считаю, что проговоры произошли в теплой дружественной обстановке. Поэтому предлагаю подвести итоги. До свидания. Я вернусь к твоей скаме в сентябре. На парад. Каково. А я? Россия! Моя Россия. От Бреста и да ее нисея. И не только. У России не от крови. Ну что, друзья, как будем выбирать победителя? Куда пойдем? Ирландия, Сингапур или Россия? Ну что, давайте как? Будем голосовать или как? Сначала мы голосуем за… Антон, иди сюда. Сначала мы голосуем за тех, кто понравился. Например, выбираем два победителя. Сначала мы голосуем, как обычно. Сначала мы голосуем за все понравившиеся. А потом в финале, чтобы было для команды голосовать победителя. Окей? Смотрите, три типа. Держу. Значит, мы сейчас посмотрели три выступления замечательно. Каждое было великолепно по-своему. Мы ставим голосование с точки зрения, смотрите, критерии. Содержание, театральная форма, понятное дело. Вовлеченность людей в процесс, да. И, согласно, конечно же, там убедительность общего месседжа. Выбираем, значит, сначала голосуем за три. То есть, вы можете голосовать за все три. В конце концов, мы выберем в финал два. И победитель будет, как бы я тогда уже определил, чтобы было демократично. Первая по мере поступления. Итак, первая была команда Ирландии. Кто за команду Ирландии? Прошу поднять руки. Все понимают, зато вы тоже, конечно. Ребята, поднимайте руки. Сколько у каждого есть право голосовать? Значит, сейчас три круга будет, да. Мы голосуем за любую понравившуюся вам команду. Три голоса. В каждом голосовании один голос, второе – тридцать. Три голосования, потом мы сравниваем результаты. Два победителя выходят в право на один голос. А? Ирландии, проще голосовать? Нет, один голос. Подожди, подожди, подожди. Один голос, я расслабил. Конечно. Помните, как мы голосуем за лозунги? За лозунги мы голосуем так. 20 лозунгов, вы голосуете за то, что вам понравилось. Потом, в конце концов, выходят два лозунга в финал, и голосуется только раз. То же самое, здесь не 20, а три. Может, не усложнять, а три. Что? Может, не усложнять, тут все же, что есть. Не усложнять, за один раз. Да, один раз просто. Ты сразу увидишь. Я посчитаю. Тогда лучше один голос. Один голос. Один голос. Три кандидата, один голос. Ребята, пожалуйста, за нас друг. Один голос, да. Один голос только. Один голос только. Даже человек имеет по-другому голосу. Так а команда будет, ну как? За себя. Да их дело, потому что другую команду не могут. Давайте за себя нельзя голосовать. Не-не-не, можно голосовать. Ничего не мышь, команда одинаковая. Итак, мы же честно. Итак, кто поднимите за ирландскую команду? Кто за Ирландию? Да, все. Марк, Аника, поднимайте ручки. Кто за Ирландию? Кто за Ирландию? Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Развели не думал. Синь. Адемократы. Адемократы-то компания. Мы привели. Поздравляем. Мороженое потом. Следующее. Кто за сингапурский вариант? Сингапурский вариант. Поднимите руки и держите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять создавших. И теперь... Аника раз голосовала, все. Я никуда не считал. Я ее не считал. Я не считал ее. Не считал, не считал. И за Россию... Я запоминаю, кто поднимает руки. И за Россию кто поднимает руки? И свободу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И я девятый. 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 Ты уже голосовал. А, тогда я не голосую. А. Нихья! 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 Ура! Нихья! Нихья! Честные драки! Нихья! Мы их разделим на три части! Спасибо, друзья, большое. Значит, тогда и поклопаем друг другу. Молодцы! Завтра бой еще одна работа. Продолжение следует...